Всем привет! Мы обещали кучу видео... Доник, мы обещали кучу крутых видео интересных И... И сегодня мы, как всегда, покажем... Фу, не говори, не говори, не говори это слово ебанское Мы покажем вам, что можно купить на 100 злотых в супермаркете в Польше Кому это нахуй интересно Не знаю 100 злотых Половина даже не знает, сколько это Второй половине насрать на Польшу Третьей половине насрать на нас Четвертой половине насрать на всю жизнь вообще Все, мы пришли в супермаркет Сейчас мы будем затариваться, похавать Что там была, там прикольная эта была Кто? Как его? Вон О, надо в натуре такое достать Смотрите, суки Как мы живем Охеренно И у вас тоже все о том, что точно так же будет Даже лучше, а может уже есть В общем, до встречи в универе Сегодня новый день Потому что в тот Камера сдохла и И... Сколько машин погибает Сегодня иду искать новую работу Потому что со старой я уволился А деньги, короче, кончаются Ютуб ни хера не прет Поэтому иду на собеседование Короче, сейчас только сначала надо заскочить в универ со справкой И... Потом пойдем на собеседование Мы спрашивали, как выглядит универ Ну, вот так Ладно, шучу Вот так Вот, значит Типичные студенты подъехали Все, я мая бах Походу здесь Да, сейчас посмотрим Говорили мне кучу всякой фигни И... Я как бы хотел бы найти такую работу Которая была бы интересная Где я могу и там язык потянуть И можешь что-то... Ну, заниматься чем-то интересным А там была работа на складе В общем, там неплохо платят Все как бы легально, круто и четко Но... Не знаю Я пока думаю Зарплата там неплохая В принципе, единственное Это находится очень далеко И... Хоть и не предоставляют там Бесплатный транспорт Но... Ездить придется все равно Очень далеко Вот Но... Как бы у меня есть время до понедельника Ну, буду думать Надо искать какую-то работу Потому что... Деньги-то не бесконечные Деньги-то не бесконечные Слушай, я камеру нашел Точно Ничего себе Ну... Ты будешь договорить... Какой зубчик. Гарри. Всё? Не. Я в универе, ёптель. Я в универе. Ты в универе. Уебать, ты себя видел только что? Да. Сыграл опять, брат, дебил. Польский студент. Типичный магистр. Вот, пожалуйста. На доске мы видим падание оперативное. Нихуя. Вот это жон. Он каратнее. Вид пятицентабельный? Ну, так себе. Вы спрашивали, как отличается образование в Польше и в Украине. И мы вам расскажем на примере нашего прекрасного вуза. Вуз частный, поэтому в целом нельзя описать образование в Польше, но расскажем, как есть. В универе находится в полных именях. Рядом угло металла. Постоянно сшиваются какие-то бомжи. Музыка. В общем, та же футняшка и в Украине, про меня решила намного. Сука, зато столько. Учим, блядь, чтобы три слова сказать. Процент выкладов, которые вы не пукуете на свой предмет, намного больше. Поэтому пара немного интереснее, чем в Украине. Но все-таки есть такие ситуации. Блядь, какие ситуации. О, милашка. Фу. Только вот милашка, это очень милашка. Ты свою девушку видел? Вот она. Все, все, это уже 18+. Но есть такие моменты, когда прибыли тупо включать презентацию, приходится сидеть и писать. Блядь, так и не засняли, как я сегодня сидел и тупил. Ну, мы еще много тут натупимся, но не переживаем. А, ну да. Есть всякая реакция, типа, виртуального деканата, сайт универа. Постоянно работает, там можно что-то посмотреть. Но это никому все равно не надо, никто туда не заходит. Ёбсики, блядь. Ну давай уже. Требования тут поменьше в Украине. Чтобы сдать предмет, надо просто защитить презентацию. Не какие-то там жесткие лабораторные, как у нас в Украине. И поэтому учиться намного легче. Может быть, это потому, что мы старлеем магистры, но первокурсники тоже ходят и ничего не делают целыми днями. Сука, поляки ездят на заднем плане. Самое-самое главное отличие образования Украины от Польши, что здесь учатся три дня в неделю. Может быть, три, может быть, четыре. И то там по две, по одной паре в день. А не так, как у нас. Пять раз в неделю по четыре пары, с восьми до трех. Так что все остальное время можете там уделять своим каким-то интересностям, хобби. Все. Пять раз в неделю.